Сегодня мы продолжаем с вами серию проповедей на книгу Иисуса Навина, чему я очень рад. Я люблю изучать Ветхий Завет, и для меня большая честь делать это с вами сегодня. Книга Иисуса Навина — это уникальная книга. Уникальная и почему-то та книга, которую мы часто обходим стороной. Судите сами, когда мы изучаем Пятикнижие Моисея, то второзаконие оно плавно переходит в книгу Иисуса Навина, но мы почему-то заканчиваем на Пятой книге. Когда мы изучаем пророков, а пророки они указывали нам на Христа и обличали израильский народ в грехах, то Иисус Навин никого не обличает. Иисус Навин, если его можно назвать пророком, это пророк с мечом. У него своя миссия от Бога, миссия о завоевании земли. Еще уникальна эта книга тем, что если бы израильский народ не отходил от Бога, то в принципе Ветхий Завет можно было заканчивать шестью книгами, не было бы кого обличать. Сегодня мы подошли к восьмой главе. Серия проповедей называется «Час диеты». «Час диеты» — это книга, она мне еще напоминает одну новозаветную книгу. Книгу деяний. Судите сами, пять книг Моисея как теория и книга Иисуса Навина как практика. Четыре Евангелия в Новом Завете как знак того, что добрая весть о Иисусе Христе должна распространиться на все части света. И книга деяний апостолов. Теория и практика. Сегодняшняя проповедь, она названа «Поразки, які вчать краще за перемоги». Поражения, которые учат нас лучше, чем победы. Для того, чтобы начать изучать эту главу, нам нужно вспомнить контекст. Контекст истории входа Израиля в землю обетованную. Сорок лет скитаний по пустыне. И вот настает момент, когда обновляется поколение. Эра прямого пророчества, так называемого высеченного пророчества на скрижалях закончена. Моисей дальше не идет. Новое поколение, которое нуждается в новом лидере. Таким лидером становится Иисус Навин. Народ переходит Иордан как точку невозврата назад. Они начинают атаку на Ерихон, а перед этим они празднуют Пасху. Первый раз они празднуют Пасху у себя дома, в своей земле. Почему я так говорю? Для этого нужно нам вернуться в бытие 12 главу. Там история Авраама. Авраам, который переходит со своего места жительства, города Сихема, то место, где он получил обещание Богом о земле и о потомстве. И он собирает первых учеников, приобретенные души. Сару берет, все свои пожитки, и они переходят. И это единственный раз, когда Авраам ставит жертвенник Богу не по месту жительства. Мы прочитаем это в бытие 12 глава, 6 стих. «И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы-Море. В этой земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию. Я создал там жертвенник Господу, который явился ему». Оттуда он двинулся к горе, на восток от Вифиля, и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа». Первый раз, когда мы узнаем о городе Ай. Битва за Ерихон. Победа, которая триумфальная. Они ничего и не делали, просто ходили вокруг города, стены сами упали. Народ Ерихона был настолько напуган, он не был способен сопротивляться. Это была легкая победа по причине одной. Эта история с Ерихоном заканчивается фразом, «И Господь был с Иисусом Навиным, и слава Его носилась по всей земле». Главное оружие Израиля — это то, что Бог был с ними. Вторая атака, второй бой принимает город Ай, который наносит поражение Израилю. После этого поражения главный вопрос, который беспокоит Иисуса Навина, «Не оставил ли нас Бог теперь?» Мы помним, что это поражение было вследствие греха. Согрешил Ахан в то время, когда весь народ Божий, который пребывал в самой высшей духовной точке, до сих пор не было народа, который подошел бы вот к такой степени духовности, как народ выхода. Когда весь народ участвовал в служении Богу, один Ахан занимался получением выгоды. Он получил корость, он украл. Грех одного — поражение всех. Именно так Бог воспринимает общину. Община, где каждый отвечает за каждого, согрешает Ахан поражение на всех. Иисус Навин — это лучший, лучший сын Израиля того времени. Он ученик Моисея. Причем эта сцепка одна из лучших в Библии, когда учитель воспитывает себе последователя, а ученик старается быть похожим на учителя. Иисус Навин лучший из народа, и Он ведет народ в новую землю. Пророчества Авраама должны исполниться в Иисусе Навина. Но мы, недавно было 1 сентября, дети наши пошли в школу и уже приносят первое домашнее задание домой. И когда мы проходим, видим, как они что-то пишут, мы проходим и говорим, сынок, не сутулься, сядь ровненько. А через время смотрим, он обратно. И мы снова ему говорим, сынок, держи санку ровно. И он снова и снова приходится ему это напоминать. то же самое мы видим, что Бог часто напоминает Иисусу Навину быть твердым и мужественным. Если бы он не сомневался, если бы он не был подвержен этому страху, ему не приходилось бы это напоминать. еще в первой главе Бог говорит Иисусу Навину трижды «Будь тверд и мужествен, будь тверд и мужествен». И третий раз он добавляет «Будь тверд и мужествен, не бойся и не ужасайся, я буду с тобой куда бы ты ни пошел». Есть небольшая иллюстрация, которая покажет, что означает быть вот этим твердым и мужественным. Это означает в тот момент, когда придут к тебе сомнения, какие сомнения приходили Иисусу Навину. Ведь сорок лет назад он уже был в этой земле и он видел эти укрепленные города и десять разведчиков, которые с ним были, они что не врали за это? И сомнения приходят. Эти укрепленные города, мы не сможем их одолеть. А у них конница, а у них колесницы. Что может наша легкая пехота противоставить этой могучей армии, этим царством? А эти великаны, мы же видели их своими глазами. Царь, ох, у него кровать только пять метров, железная. Против него Давид, это мальчик с детского сада, это реальные великаны. Что с нами будет? вода, проникающая внутрь сердца, она изменяет его форму, она делает невозможным человека противостоять греху. Поручение Богу, Богом Иисусу Навину быть твердым и мужественным. В этих обстоятельствах ты не должен впустить влагу в свое сердце. Ты должен оставаться верным тому учению, которого тебя научил Моисей. Ты должен доверять Богу до конца. Ты не должен раствориться в воде. На тебе большая миссия. Не бойся и не ужасайся. Это хорошее ободрение Иисусу Навину. Он помнит те слова, которые дальше следуют за этим, за этими словами. Я буду с тобой, куда бы ты ни пошел. Дальше происходит повеление. Сделай с Гаем царем его то же, что ты сделал с Иерихоном. Добычу его раздели. Сделай засаду. Мы видим трижды сделай, сделай, сделай. Бог не оставляет Иисуса Навина. Но Он говорит ему другими словами, бери дело в свои руки. По причине греха Ахана больше не будут падать стены в следующих городах. Дальше присутствие Бога, оно будет ограничено, но Бог не оставляет тебя. Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти Гаю, и выбрал Иисус 30 тысяч человек храбрых и дал им приказание и сказал, смотрите вы, будете составлять засаду у города, позади города, не отходите далеко от города и будьте все готовы. Зачем нужен ему весь народ? Ведь город небольшой, там всего 12 тысяч населения, по лучшим прогнозам 3 тысячи воинов, боеспособного населения? Зачем ему нужен весь народ? Дело в том, что по причине греха было предыдущее поражение в битве из-за греха Ахана. Поэтому Иисус Навин добивался от него осознания этого греха. Ахан, мы из прошлой проповеди помним, его имя Змей, его имя Смутьян Сарамейского Змей. Его исповедание, его покаяние, оно открывает дорогу для дальнейшего восстановления. Но так как по причине одного проигрыш был на всех, виновны все, то и всем народам нужно исправлять эту ошибку. Город Ай. Когда Авраам и шел из Шехема, он останавливается между двух городов, между Вифилем и Аем, как раз в том примерном месте, где он говорит сделать засаду своим воинам. Когда Авраам смотрит вправо, он видит город Вифиль, переводится Бейт-Эль, дом Бога, все понятно. А слева что это за груда камней на возвышенности? Ведь Ай и переводится груда камней, а артикль, который впереди стоит, такого больше нету названия города, он больше походит на имя нарицательное, которое означает разруха. Почему Авраам ставит там жертвенник и молится? О чем он молится? Только Бог ему пообещал о потомстве, и тут он видит вот эту груду камней. Комментатор один говорит, что возможно Авраам подумал, что его потомство сможет оступиться об эту груду камней. Это как ободрение молиться за наших детей, внуков, за наше потомство. «Я и весь народ, который Бог со мною, подойдем к городу». Дальше Иисус Навин таких поручений не получает. Дальше это его личная разработка, дальнейший план боя Иисус Навин должен разработать сам. «Я и весь народ, который со мной, подойдем к городу, и когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них». Иисус Навин анализирует ситуацию. Он знает сильные стороны соперника, он знает сильные и слабые стороны своего войска. Все это он учитывает в своем планировании. Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они скажут, бегут от нас, как и прежде, тогда и мы побежим, когда и мы побежим от них. Тогда вы встаньте и засады, завладейте городом, и Господь Бог ваш предаст его в руки ваши. И когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте. Смотрите, я повелеваю вам. Мы видим, какие изменения происходят в самом лидере. Раньше он так никогда не говорил. По причине скромности или по какой-то другой причине Иисус Навин не проявлял таких лидерских качеств в своем народе. Поражения они заставляют нас задуматься. Поражения они могут или раздавить нас, или заставить задуматься, узнать свою ошибку и исправить, делать по-другому. Таким образом послал их Иисус и они пошли в засаду и засели между Вифилем и Гаем с западной стороны Гая. А Иисус в ту ночь ночевал среди народа. На этом изменения в Иисусе Навине не заканчиваются. Иисус Навин приближается и сливается с этим народом. Он становится с ним одним целым. Ведь лидеры привыкли думать глобально. Здесь мы видим, как Иисус Навин проводит вечер встаня со всем народом. Он вникает во все мелочи, во все процессы быта. Он видит, как кто-то еще в трауре после предыдущего поражения, ведь погибли люди. Интересный момент. Написано погибло до 36 человек. А ведь этот народ очень хорошо считает. Они пишут без ошибок, считают хорошо. Они миллион могут досчитать до единицы. Почему написано до 36 человек погибло? Пошло три тысячи. Вернулось 2964 или 2965? Почему не 34, не 35, не 37, а около 36 или до 36? Дело в том, что по причине поражения, по причине смерти одного человека это означает полная катастрофа. Это означает духовный сбой во всей системе. То, что произошло после первого боя с Аей. Иисус ту ночь ночевал среди народа, а встав равно поутру, Иисус осмотрел народ. Он еще утром проверяет, как у кого наточено оружие, кто как готов, у кого какой боевой дух, а само присутствие лидера, оно добавляет боевого духа народу. Он и старейшины Израилевы впереди народа Гаю. Иисус Навин идет впереди своего войска. Это качество лидера, лидера нации. Падения, они всегда связаны с комфортом. Дальше мы рассмотрим это подробнее. А развития, изменения, они всегда затратны и предполагают много усилий от нас. Дальше я попробовал проанализировать две атаки. Первая и вторая атака на город Ай. Как это было, можно посмотреть в табличке. Иисус Навин в первой атаке посылает двух разведчиков. Почему? В Верихоне такая тактика прошла. Он послал двух соглядатых в Верихоне. Да, они провалили свою миссию еще не заходя в город. Но в конечном итоге победа была, сработала. Он действует на автомате. Его присутствия там очень немного. во втором случае он прислушивается к голосу Бога. То есть поражение уже чему-то учат Иисуса Навина. Он поступает в послушании Божьему Слову. Дальше разведчики приносят ему информацию. Нужно две или три тысячи человек. Всех не посылай. Иисус Навин руководствуется большей цифрой. Три. Тоже мы видим его присутствие там минимальное. Во второй раз он тщательно продумывает все моменты, все детали. Он подключает туда все ресурсы и берет с собой весь народ. Ведь ошибку нужно исправлять всеми силами. В первой ситуации Иисус Навин недооценивает противника. Дальше мы видим полный стратегический подход. Он понимает даже как те будут действовать. Что они побегут. И он это обращает против своего врага. Первая попытка заканчивается поражением и страхом. Вторая победой и миром. Пути решения вопроса, вопроса греха, ведь с грехом было связано первое поражение, они бывают двух видов. Первый это сосредоточиться на том, что мне не делать. Вот кто борется с каким-то грехом и спрашивает себя, как мне не впасть в это искушение? Сегодня опять это произойдет, как мне продержаться еще денек? Такая тактика защиты. Второй вариант решения вопроса это сделать акцент на то, что мне делать. Ведь находясь постоянно в защите, ты никогда не сможешь победить. для победы нужны активные действия. Есть несколько советов, которые, как это можно практиковать. Можно начинать свой день с молитвы благодарности. Просыпаясь утром, мы первую мысль посвящаем Богу, и наша молитва может выглядеть примерно так. Благодарность Тебе, Боже, за то, что я жив. Благодарность Тебе, Боже, за новый день, и благодарность Тебе за то, что Ты приготовил для меня в этом дне все необходимое. Боже, что я могу сделать для Тебя сегодня? Такими словами лучше всего заканчивать утреннюю молитву. Поймите меня правильно, я не говорю о спасении делами, но из благодарности за Божью благодать мы должны хотеть делать для Него что-то, служить Ему, дальше быть чувствительным подсказком Духа Святого на протяжении дня. После такой молитвы мы прислушиваемся к своему сердцу, ведь Дух Святой нам говорит, подойди к этому человеку, он нуждается в тебе. А вторая сторона говорит, будет еще время подойти. Или мы видим, проезжая по дороге, видим неприятности, авария или пробилось колесо, и мы можем подумать, может кто-то другой поможет. Научиться нужно замечать проблемы других людей, это поможет тебе? Я предлагаю еще один вариант, попробовать. Попробуйте представить себе с утра, что у вас секретная миссия Иисуса Христа творить добрые дела и при этом оставаться незамеченным. Представьте, вы просыпаетесь и вы на службе у Господа. Служба заключается в том, что сделать добрые дела для того, чтобы прославилось не мое имя, для того, чтобы прославить имя Господа. Ведь славить Господа это что делать? Это популяризировать его имя своим образом жизни. Дальше присоединиться к команде служения. Это очень важно. В команде мы меняемся, в команде мы служим, в команде поместной общины мы проводим вместе время. Это очень важно, для нас важна среда обитания, среда, в которой мы живем. Невозможно победить грех, отсиживаясь в обороне. Невозможно победить грех, когда ты постоянно стоишь в обороне. только заняв активную позицию победа становится возможной. Захват города Ая проходит как по нотам. Стратегия Иисуса Навина срабатывает. Заранее подготовленная засада, спецотряд и Иисус Навин со своим войском выходит на открытую местность. Место, где они максимально уязвимые. Легкая пехота на открытой местности это просто мишень. Жители Ая на волне предыдущей победы конечно же видят, что им можно брать их голыми руками. Они не думая срываются в атаку, даже забывая закрыть за собой ворота. В городе не остается ни одного боеспособного человека. Все бегут в атаку. Иисус Навин оттягивает войска, а дальше берут их в окружение. Иисус Навин поднимает копье, точно такой же знак, как делал Моисей в борьбе с Амалеком. Вы помните, тогда еще молодой Иисус Навин руководил войском. Моисей поднял руки и не мог удерживать их до конца, поэтому два человека ему помогали поддерживать. Ор и Аарон держали ему руки до конца победы. Иисус Навин не опустил свое копье до конца битвы. Он держит его до последнего. Он контролирует ситуацию и полностью ведет бой. Наконец, победа. Если поражение было связано с грехом и разрывом отношения с Богом, ведь грех он как преграда, покаяние Ахана дала возможность на исправление. Народ предпринимает все действия для этого вместе с Иисусом Навином. Дальше остается сделать одно. Остается закрепить эту победу так, чтобы больше подобный грех никогда не повторился. Без этого покаяние считается неполным. Иисус Навин устраивает жертвенник Богу. Жертвенник Богу. Что это означает? Присутствие жертвенника на земле означает, что есть такое место, куда бы ты мог прийти и примириться с Богом. Мы знаем систему жертвоприношений Израиля, ягненок. Это все свежо у них в памяти, ведь они только отпраздновали Пасху, только они обновляли Завет, когда перешли Иерихон. Здесь они делают жертвенник. Жертвенник всесожжения не приносят мирную жертву Богу. Что для нас сейчас жертвенник? Мы же не приносим жертвы Богу. Дело в том, что вся книга Иисуса Навина, она так же, как и все остальные последующие книги Ветхого Завета, они находятся в ожидании, в ожидании праведника, того праведника, о котором говорил Моисей, праведника из среды братьев своих. Праведником, который лучший из народа, Иисус Навин не был. Он был как отражение солнца, он был как луна, если Моисей солнце. Весь мир находится в этом ожидании пророка из среды себя. Этот пророк приходит Мессия, Христос, как знак того, что Бог протягивает нам руку примирения. Иисус становится для нас одновременно и жертвенником, куда мы можем прийти, одновременно и жертвой, жертвой всесожжения, мирной жертвой за нас. Дальше они повторяют слова Завета. Как заповедовал Моисей, раб Господень, сынам Израилю, о чем написано в книге закона Моисеева, жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железо, и принесли на нем всесожжение Господу, и совершили жертвы мирные. Когда совершается мирная жертва, поднимается дым, поднимается вот это благоухание, которое является знаком того, что Бог принял эту жертву. Жертва Иисуса Христа, Его смерть и воскресенье означает то, что Бог принял вот эту совершенную жертву. Что теперь нам делать? Я знаю историю одной семьи. Это была хорошая семья. Семья воспитывала детей, много трудилась, они вкладывали в своих детей все самое лучшее. Дети занимались спортом, в семье не было злоупотреблений каких-то алкоголем. Все было вроде как хорошо. Единственное, что не было в этой семье, никогда не говорили о Боге. Наступил 2001 год и пришла новость. Новость, которая перевернула все с ног на голову. Это был полный крах. Их сын зависим от наркотиков. если вы думаете, что грех мой грех, он влияет только на меня, вы очень ошибаетесь. Наш грех, он всегда затрагивает других людей, он делает им больно, он приносит им боль, он приносит в семью разруху. Эта разруха наступила в этой семье. Уроки из этой истории только в единстве с Богом и с общиной мы сильны. Сами по себе мы не справимся с этой проблемой. Проблемой, которая нерешаемая только с Богом и в единстве с церковью, в единстве со своей семьей. Ведь у Бога нету понимания такого, что каждый сам по себе, каждый сам по себе, он бы никогда не смог перейти и захватить землю обетованную. Они могли сделать это только сообща, общиной. Нету в теле в церкви, нету органов, которые мало важны и очень важны. Даже если палец пробит ржавым гвоздем, если ничего не предпринять, пойдет заражение крови, которое умертвит и заразит все тело, весь организм умрет. За восстановление отношений с Богом нужно бороться. Это сложная борьба, это не будет само собой, к этому нужно быть готовым. Не оставляй повториться старому греху, поставь засаду. Иисус Навин поставил засаду. Для нас это может означать занять активную позицию и стать подотчетным. Найди наставника, стань подотчетным. Не опускай руки. не опускай руки, с Богом ты можешь пройти любые трудности. Эта семья, она получила шанс от Бога. Они отправили своего сына в центр реабилитации, но он тогда ничего не понял. Он не захотел меняться. Но Бог, он добрый. Он дает нам второй шанс. Он дает нам второй шанс, но ожидает изменения в нашем сердце. Уже через год вся эта семья вместе с девушкой этого парня, они приняли Господа в свое сердце. Они покаялись, они осознали свою несостоятельность в этой жизни, как самих по себе. Они поняли что им нужен Бог. Они впустили Иисуса Христа в свое сердце. С того времени жизнь изменилась. Жизнь начала налаживаться не сразу, постепенно. Через год этот парень женился с этой девушкой, которая его поддерживала. Через две недели они будут праздновать 16-ю годовщину их семьи. 17 лет свободы. Представьте себе историю, если вы задолжали кому-то огромную сумму, такую, которую вы никогда не способны заработать, и даже если вы продадите все, что у вас есть, вы не покроете и процента вашего долга. вас бросают в тюрьму, а через какое-то время говорят, ты свободен, можешь идти. Ты говоришь, почему? За тебя заплатили, поручитель пришел и заплатил за тебя, все, свободен. представьте, о чем может думать такой человек, выйдя из этой тюрьмы. Где тот? Где тот, который это сделал? Я хочу поблагодарить его. Я хочу узнать о нем больше. Это история моей семьи. Это моя история. Я тот парень. Сейчас в зале моя семья. Мы служим Господу. Мы не принадлежим себе. Как мы можем после этого жить своей жизнью? Как мы можем делать то, что нам нравится теперь? Мы куплены дорогой ценой. Он достоин того, чтобы жить для него. Он достоин того, чтобы посвятить свою жизнь. В этот момент, в момент нашего покаяния у нас появился смысл в нашей жизни, то, чего не было раньше. Мы объединились, мы объединились в Боге. У у нас хорошая семья. Не опускай руки. С Богом ты можешь пройти любые обстоятельства. Бог добрый. Он дает второй шанс. Это я вам точно говорю. Но Он ожидает изменения в наших сердцах. Он ожидает, что мы поменяемся, что мы не будем прежними. Я благодарен Богу за все, что Он сделал в моей жизни. Здесь двое моих сыновей. У Михея сегодня дебют в операторском служении. Мы служим Богу. Это наш образ жизни. У Бога нет прошлого и будущего. У Бога есть только настоящее. Возможно это настоящее наступило прямо сейчас у кого-то. Возможно настало сейчас время действовать. Возможно сейчас настал тот момент, когда ты должен открыть свое сердце и впустить туда Господа. Я говорю, потому что я знаю, о чем я говорю. Это произошло в моей жизни. Это может произойти в вашей жизни. Спасибо, что вы меня слушали.